Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня хочу рассказать вам о моих домашних супер бюджетнейших парфюмах, которыми я люблю пользоваться практически только дома. Ну, естественно, могу использоваться ими даже и в обществе, несколькими из них. И в первую очередь я вам расскажу, наверное, скорее всего, это о бракардах, всем известные парфюмы. Я уже кое-что, вернее, в кое-каких видео о них рассказывала подробнее, в своих ранних, преранних видео парфюмерных. Ну, сейчас давайте пробежимся быстренько по моей небольшой домашней коллекции. Возможно, вам эта тема будет интересна. Так, и первое, что я хочу вам показать, это ароматы природы. Многие их любят. Так, первый аромат, который мне очень хотелось, это ароматы природы чёрной смородины и мяты. Я купила её уже давно и в последующем я уже докупила остальные ароматики. Эту линейку бракарда я считаю удачной. Ароматы именно природы и ароматы для дома, для дачи. И первый аромат, который я приобрела, это чёрная смородина и мята. Знаю, что некоторым ароматам этот не нравится своей навязчивости и яркости. Я хочу сказать, мне этот аромат очень понравился. Я купила его первым, он меня зацепил. Каждый флакон 100 мл. Красивое оформление, красивые коробочки. Во-первых, свой флакон я украсила такими стразиками, что-то мне захотелось. Вот, они такие как будто бы старинные. Так, и что я хочу сказать о чёрной смородины и мяты. Да, действительно, многие чувствуют тут только аромат листьев зелёных, которые растёрты в пальчиках в вашем саду. Да, но я считаю, что не только это. Здесь ещё есть и присутствует для меня всё-таки ягода с сахарком. Аромат очень приятный, очень летний, очень поднимающий настроение. Достаточно яркий. Зелёный, ягодно-сладковатый. Не сладкий, а именно сладковатый. Поэтому носибельный. С удовольствием наносить можно на себя, ароматизировать помещение. Это само собой. Яркий, позитивный, бодрящий. Стойкостью этого аромата, чёрной смородины и мяты, знаете, достаточно несколько часов. На мне я его слышу. Поначалу он был не очень стойкий, но он, естественно, у меня уже настоялся. Стал достаточно стойким за такую сумму. До 300 рублей его цена. 200-300 рублей флакон. Это здорово. Поэтому я всем бы рекомендовала любить им смородины. И как говорят, что смородиновые ноты дают ощущение кошачьего лотка. Здесь у этих таких ощущений нет и близко. Вот. Поэтому мне аромат очень нравится. И я рада, что его приобрела. Так, второй аромат был у меня куплен. Это обрепиха и кружовник уже спустя на год или полтора. Очень люблю обрепиха. Опять же, это для любителей обрепихи. Обрепиха здесь сочная, яркая. Для кого-то даже навязчивая будет. Аромат именно вкусный. То есть это прям сами ягодки, сами плоды, которые сладкие. Они уже посозрели. И, не знаю, очень яркий, насыщенный такой прям фруктовый аромат ягодный. Поэтому с удовольствием пользуюсь. Я еще раз повторю, может быть, для кого-то очень навязчивым. Но мне очень нравится. Дома пользуются одно удовольствие. Особенно зимой. Почему-то у меня к нему тянется рука. Вот и осенью. Стойкость средняя, однозначно, никак не ниже. И вот новая моя новинка аромата. Я его, кстати, еще, по-моему, нигде не показывала. Не так давно получила. Это ароматы природы у нас. Тюльпан и мимоза. Я долго думала, брать мне его или нет. Стоит ли его брать или нет. Одни писали, какая-то ерунда. Другие пишут, что очень хороший весенний аромат. Все-таки я на него решилась. Заказала его на Бьюти Депо. И что хочу сказать. Я рада, что я его заказала. Именно весенний аромат. Когда хочется вам слышать именно тюльпаны. И именно мимозу. Я лично в этом аромате слышу и тюльпаны, и слегка мимозу. Это чисто весенний аромат. Ну, конечно, можно и летом воспользоваться. И этот аромат, он достаточно, мне кажется, как-то даже очень не совсем дешево звучит. И, мне кажется, можно наносить на себя. Я единственное, что на выход еще не одевала ни разу. Потому что сейчас жара и лето. И как-то, наверное, скорее всего весной. Я его буду наносить и на себя, даже, возможно, в люди. Вот он, мне кажется, настоится за этот год. До весны. А сейчас я пользовалась немножко летом. И я с удовольствием... С удовольствием пользовалась сейчас несколько раз летом. Тестила его. Поносить я еще не успела, так как недавно его заказала. Он мне еще не так настоялся, как предыдущие ароматы. Но тоже несколько часов на себя я его слышу. На одежде, естественно, тем более. Так, дальше бракарта у нас продолжается. Это водичка и рис. Фиалка и сладкая малина. Фиолетовый флакон. Это у нас уже линейка сады соблазнов. Это все туалетные водички. Элегантность. Прекрасное оформление. 55 миллилитров, кстати. Этот аромат мне не так впечатлил. Мне жрет эти ароматы. Эти ароматы домашние. Просто прелесть. Ну, на любителей этих ноток. Этот более химозный я бы его назвала. Но он очень яркий, выразительный. И здесь действительно слегка слышится малинка. Потом какой-то ирис. И, видимо, фиалка, я так понимаю, все это как-то припудривает. Он такой сладко-цветочный. По-своему хороший. Стоик с него, кстати, замечательный. Потому что мне приезжали девчонки. Я брызгала вот этими ароматами. Мы ездили в гости. И от них приятненько даже пахло. А вот, по-моему, ирис даже шлейфил. Единственное, не помню, шлейф давал. Либо ирис, либо черная смородина. Какой-то из них я уже не помню. Я одновременно их набрызгала. И меня это удивило. Так, по-моему, мне кажется, все-таки у нас, скорее всего, ирис. Ладно, не буду уже эту тему развивать. Такие ароматики уже выводятся, уже вывели с производства. Распродаются остатки. Сирене так и не досталось в свое время. Я крутила носом надо, не надо. В итоге я сейчас купила сиреневый рифлей. Мне этого достаточно для того, чтобы поливаться на себя. А не для дома. И все-таки я в последнее время очень увлеклась с ними розными ароматами. Мне прям, знаете, прет на розы. У меня сейчас розный сезон вообще дома. Куча роз цветет. Я обожаю эти цветы. Поэтому, естественно, мне на розы просто припекло, как мне захотелось приобретать розовые ароматы. Розные. И вот я со страхом заказала на Бьюти Депо вот этот ароматик. Опять же, те же самые сады соблазна, страсть. Еще в продаже там присутствует эта страсть. Там, по-моему, несколько флаконов всего осталось. Несколько вариантов. Все остальные уже, по-моему, распродали. Это аромат розы и сочного личия. Я на него раньше никогда не обращала внимания. Он меня не привлекал. Но в этот раз он пришел. Мне он понравился с первых ноток. Я чувствую здесь розу. Сладковатые личия. Это такой цветочно-фруктовый аромат. Он очень приятный, нежный, деликатный. В отличие от ириса, удушающего достаточно, и химозного. Очень приятный весенний-летний аромат. И я его буду носить на себе даже в люди. И не буду стесняться. Конечно, у него нет тонкого шлейфа и тонких изысканных нот, естественно. За 100-20 рублей эти ароматы. 150-120-100 рублей стоят. Вот эти два флакончика. Но он такой приятный. Он такой немыльный. У него очень приятная база. Кстати, у них у всех хорошие базы. Не чувствуется никаких мускусов, ни грязных, никаких. Я не чувствую, по крайней мере, своим носом. Базы хорошие. Я считаю, ароматы достойные. Ну, только что фиолетовый. Он больше на детский, конечно, аромат. Больше похож на детский. Детский и насыщенный. Ну, и флакончик, в принципе, соответствует этому аромату. Милые, приятные флаконы. Нравится. И, как бы, вам рекомендую. Розащий продаётся. Если что-то такое похоже, фруктово-цветочное любите, обратите внимание, купите. Пока есть ещё в продаже, но, по крайней мере, на Валберис. Аромат совершенно нехимозный. Очень приятный. Не могу ничего сказать. Вот только-только недавно я его получила. Наверное, с недели полторы-две назад. Вот только начала пользоваться. Посмотрите, у меня его уже сколько там осталось. То есть, в одно удовольствие им пользоваться. По стойкости, ну, несколько часов пока держится. Но хочу ещё немножко, чтобы он настоялся. Не хочу пользоваться раньше времени. Иначе он мне просто быстро уйдёт. Мне тут так тяжело стоять. Ещё и на малотушной диване я тут прыгаю. Так ещё и руки уже болят держать. Но всё равно я хочу доснять уже так, как у меня тут реально хранятся ароматы. Не хочу их никуда выносить в другое место. Так, вот мои ещё домашние давние ароматы. Принцесса Анна покупала, как просто на память, что у меня в молодости был похожий аромат. Принцесса Карина, как-то так назывался. Но они слегка похожи. Здесь 100 мл. Это, конечно, для меня дофига. И он у меня, в принципе, стоит в ванной комнате. Я просто поливаюсь как спреем для тела. Это аромат 90-х. Он очень фруктовый. Это дешёвый аналог Марина де Бурбон. Но, если честно, поначалу он мне больше нравился. Сейчас у меня ванна стоит. Он мне как-то перед сном всё-таки насыщенным. Кажется, лучше утром им, как говорится, орошаться. Но всё равно стоит в ванной. Хочу там его потихоньку-потихоньку использовать. Надеюсь, когда-нибудь это сделаю. Также ароматик Fixed Price Golden Lady. Всем знакомый. Очень приятные ванильные стоки. Достаточно аромат для дома. Тупо нравится флакончик. Очень милый. С дурацкой крышкой. Очень ванильно-почульный аромат. Приятный, качественный. Что-то за 50 рублей я его покупала. Остальные водички там, по-моему, были. Что-то серебряное леди. Мне она менее понравилась. Я, по-моему, не покупала. Я её кому-то в подарок положила. По-моему, бабушке своей, что ли. Мне очень понравился. Но вот флакон прелесть. И аромат, в принципе, знаете, неплохой. За такую дешёвую цену. Очень замечательный. И даже им можно пользоваться куда-то, знаете, на работу. Ну, если на работе, у вас работают сослуживцы, знаете, которые с непритязательными носами. Направление вот этой Golden Lady, это... Сейчас вам скажу. Да, направление очень похоже. Это водичка на лавиебель. Вот. Отланком. Ну, я думаю, всем известная коллекция вот этих. Продается в Magnet Cosmetic. Покупала я уже, не знаю, сколько лет назад. Аква де Фиори. Романтик. Зацепила мне эта водичка. То, что она была две по цене. Одну я купила маме, одну себе. Ну, маме какую-то цветочную, не помню какая. А себе вот мне привлекли, в первую очередь, конечно, упаковка. Это маки, которая мне нравится. И, во-вторых, ароматы я потестила. Он такой был. Я карселетом его покупала. Сколько-то лет, пять назад, наверное. Это чистое лето. Кстати, флакон похож на Евроше, на старые коллекции. И он такой малиново-ягодный. Мне показалось вначале, что он вообще на вишню похож. Потом оказалось, что все-таки не вишня, а какая-то малинка. Доцепил меня своей сладостью, позитивностью летом. Каким-то, не знаю, очень радостный аромат. Ну, химозный, конечно, но очень приятный. Хочется поливаться. И он достаточно очень малостойкий. Вот это мне прям не очень нравится. Поэтому я реже им пользуюсь. Вот, за сколько лет, а сколько израсходовала. Опять же, могу назвать его гурмасский. Он вкусненький. Такой же вкусненький, как и ароматы природы, облепиха и крыжовник. Так, очень дешевый аромат. Магнолия у меня вот стоит. Тоже аромат 90-х. Тоже покупала, как воспоминание 90-х. Так, стоит дурацкой крышкой. Но сам флакончик маты очень приятный. Коробка у меня уже выкинута. Очень уж красивая коробочка у него. Такая прям, как открыточка. Что-то за 100, чем-то рублей на Бьюти Депо покупала. У меня распаковка где-то есть. В моем плейлисте моих парфюмов. Коллекции. Ароматик очень приятный. Значит, цветок магнолия. И очень кремовый такой. Такое ощущение, когда вы брызгаете, такое ощущение, как будто вы намазали свое тело каким-то очень приятным цветочным кремом. С кремом, с ароматом магнолии. И очень приятно им использоваться после душа на ночь. Вот я, в принципе, его так и использую. Но я использую не только его, так же и принцессу Анну. Это более веселый, бодрящий, кстати, аромат. И так же у меня в ванной стоит вот этот флакончик. Кафе Экспрессо. Очень приятно. Цветочный, с какой-то ноткой. То ли почули там. Но очень приятный аромат. Сладенький. В общем, какой-то для меня немножко цветочный цитрус, почулевый, сладковатый. С какой-то фруктованный ароматик. Нравится. Конечно, кофе не пахнет. Это французский флакончик. Ну, Франция, по-моему, 37 литров. У меня обмен был как-то селены четоки. Мы обменились парфюмами. Так что это у меня от нее такая память осталась. Вот. Которую я пользуюсь в ванной комнате. Нравится. И вот по настроению я вот это вот все использую. Ну, этот такой аромат, опять для меня, ночной. Мне нравится им пользоваться, опять же, на ночь. Правда, он стоит у меня уже не в ванной, а на втором этаже, в спальне. На этап сэшн. Это такие цветы нежные, мягкие. Это Новая Заря. Про него я рассказывала в летних ароматах. Так что там все ноты можете посмотреть, опять же, в плейлисте пролистать. Правда, я не всю свою коллекцию еще сняла. Мне еще снимать и снимать. Но просто я как бы все не успеваю. Каждому вниманию уделить... Каждому аромату уделить свое внимание. Хотя надо этим заняться. У флакончика очень красивый сам по себе цвет. Вот. Очень мне нравится. В принципе, стекло цветное. И внутри жидкость такая. Я не знаю, возможно, белая. Но мне кажется, тоже цветная какая-то. Ну, красиво смотрится. Это флакон сам по себе как из 90-х. Новая Заря. Нежный. Приятный вечерний аромат. Вечерний не в смысле, что вы можете куда-то тусить, в нее пойти. А именно такое. Вот. Перед сном нанести. В саду посидеть. На берегу озера посидеть. У нее есть водные нотки. Цветы. Это какой-то вечерний... Какие-то там насекомые жужжат у вас по духам. В общем, очень спокойный аромат. Многим, кстати, он нравится. А многие просто вообще не понимают, что это такое. И налет 90-х, конечно, нотки у него есть. Но мне все равно нравится. По-моему, там флакон то ли 100 мегитров. Какой-то, по-моему, большой. Я уже не помню. Также у меня затесала сюда Farahway Bella. Это лимитка и Иван, которая уже снята. Покупала я его еще по каталогу. Вот. И ароматы очень приятные. Сейчас ноты вообще никакие ничего не помню. Давно им не пользовалась, кстати. Надо вспомнить хотя бы, пшикнуть. Такой нежный, мягкий аромат цветов и фруктиков. С каким-то таким мускусом. Мускусный, кстати, аромат на мой нос. У меня рука к нему часто тянется. Он не очень выразительный. Он очень спокойный сам по себе. Знаю, что многие этот аромат любили. Но я как бы спокойно к нему отношусь. Он мне далеко не любимчик. Поэтому тут и стоит. Стойкость у него максимально, наверное, средняя. Как вот у этих ароматов. Но это Obsession, мне кажется, даже слабовато. Мне много вот Новая Заря. Не очень долго держится. Поэтому на ночь самый раз. Вот на вечерок, на часик два нанести и достаточно. Так, в этой же комнате у меня еще одна полочка с домашними ароматами. Опять же, это Бракар. Посмотрите, это Магнит Косметика покупала вот эти флакончики. Всем известные. Целая линейка, я не помню, сколько там, 9 штук, 10. Я даже не помню. У меня двух, в принципе, достаточно. Очень эти яркие, красивые, сочные леденцы. Они такими и являются, эти ароматы. Так, поменяла их местами. Они неправильно стояли. Так, и здесь вот у нас первый аромат такой вот, какой-то морской. Зелено-голубой флакон. Опять мне неудобно стоять. Сейчас шатаюсь, потому что опять он стоит диван. И опять он мне мешает стоять даже. Так, и получается так, что этот аромат очень яркий, звонкий, насыщенный, очень бодрый. Его прям хочется наносить. Его хочется именно на Мурим пользоваться. 30 мл эти флакончики. Стойкость несколько часов. Вполне хватает поливаться, обливаться. 30 мл за глаза. Больше и не нужны эти ароматы в большем количестве. Позитивный, классный коктейль кокоса и ананаса. И второй аромат. Грейзи Тропик. Это у нас получается здесь ананас, манго. Еще что-то, не помню. Короче, манго-ананас, кокос что ли. Тоже вкусный, сочный коктейль. Но этот сладенький, более, более, также экзотические они оба. Позитивный, пляжный, замечательный. Очень нравится. Но мне двух штук хватает. Больше в коллекцию не хочу. Вот. Ну и аромат, естественно, мое воспоминание. Также показывала его с распаковкой Бьюти Депо у меня была. Аромат у нас называется Джули. Единственное, что раньше флакон у меня был другой. Я все думаю, какой же какой-то у меня черный был флакон с какими-то цветочками. Я нашла эту фотографию в интернете. Я вам сюда фотку вставляю, какой он был в 90-х годах. По-настоящему как выглядел. И коробочка была более качественная. Девушка была там, по-моему, объемная, выбитая, если я не ошибаюсь. Естественно, мы раньше как флакон не пользовались. Покупаем один, до дна выпиваем, покупаем следующий. По крайней мере, у меня вот так было. Но я знаю только у меня, у многих. Аромат моей молодости, когда мне было 20 с чем-то. Хотя аромат, на самом деле, серьезный. Более в классическую сторону. И он жасминовый. Флакон стоит где-то рублей 300-400. 100 миллилитров. Кто любит 90-е, воспоминания, аромат, впечатления. Господи, у меня сейчас уже не 20 с хвостиком. Но для меня этот аромат, знаете, даже немножко жестковат. Он по-своему красив. Он мне даже очень по-своему нравится. Но он кажется каким-то мне даже сейчас взрослым. Но вот в холодное время года его прекрасно можно носить. Вот зима, весна прекрасно, осень. Вот только не лето. А я, помню, носила круглый год. Вот закончился, тогда покупаю другой. Так же, как принцесса Каролина у меня закончилась. Купила другую принцессу Каролину. Была в белой флаконе, потом была в синей флаконе. Вот. В синей флаконе по-моему, мне уже не нравилось. В общем, хотела приобрести принцессу Каролину. В итоге вам показала, приобрела принцессу Анну. Но там у них вроде как схожи ароматы. Так что аромат ностальгия. Кстати, достаточно средней стойкости однозначно. По крайней мере, я так на себе слышу. Целый день не слышу. Для меня лично лучше всё добавлять. Так, а эти ароматики вообще дешёвые. Там 130 рублей стоят. Максимум 150. В том же косметик можно их приобрести. Да и вообще во всех магазинах. Всю линеечку. В интернет-магазинах. Это мои чисто-чисто домашние прям ароматы. Я вам сказала, какие бы я на улицу могла бы одеть. Вот. Ну, естественно, что многие ароматы, которые я ношу дома, даже, скорее всего, не эти, а те, которые у меня стоят только на втором этаже в спальне моей. Это общие, которые доступны для меня и в обществе, и дома. Мне, конечно, к ним рука тянется больше наносить, нежели домашние. Ну, наверное, ещё потому, что эти домашние ароматы стоят у меня вообще в другой комнате. И я сюда реже захожу. Вот. Надо их использовать. А так я их все люблю, конечно. Напишите, как вы относитесь к домашним ароматам. Есть ли у вас тоже такая вот у меня небольшая коллекция. Вот. И как вам нравятся эти ароматы, не нравятся. Ну, спасибо за просмотр. Возможно, мое видео было чем-то для вас интересным. Всеми ароматами этими можно пользоваться круглый год. Ну, кроме Джоли, 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 Джоли. Ну, всё-таки для меня они больше все как-то в большую сторону летние. Ну, то есть на весна-лето. Вот. И мне бы так хотелось иметь собственный парфюмерный шкаф, который, допустим, я могла бы все свои флаконы расставить и брать флакон, когда мне вздумается, не посезонно, а когда мне придёт с голову или какой-то флакон мне понравится, или какой-то аромат. А ты взять в любое время года, и домашние там бы стояли, и недомашние, все подряд красиво расставлены. Но такого шкафа у меня нет, целая проблема. Если муж увидит, сколько у меня ароматов, он просто офигеет. И я вообще не знаю, что у меня дома будет после этого. То, что у меня как бы стоит на виду ароматы, у него круглые глаза, он не знает то, что стоит не на виду. Поэтому, да, вот такая проблема. И даже если я могу купить шкаф поставить, то я не могу этого не делать ни в коем случае. Потому что, да, есть у меня такой скелет в шкафу. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания, всем пока.